Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова 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 — Ну что ж, риски — это, прежде всего, вещи, связанные и с побегами, и с каким-то осознанным вполне себе вредительством, потому что это все-таки повышенный риск транспорт, это железная дорога. Надо сказать, что об этих рисках говорили и в Сбербанке, когда провели смелый, отчаянный эксперимент несколько лет назад, который брали в Новосибирске, тоже в Сибири, на работу именно в банке, осужденных к принудительным работам. Ну, такой эксперимент смело и схлопнулся, но, тем не менее, на эти риски многие попали. — А с чего вдруг у РЖД дефицит кадров? Не потому ли, что людей, которые там работают и проявляют антивоенную позицию или антирежимную позицию, позицию против Путина, в последнее время стали им увольнять? Насколько эти массовые увольнения? — Ну, вы знаете, эти увольнения не массовые, эти увольнения единичные, но они есть, мы о них знаем. Дело в том, что дефицит кадров связан не с антивоенной позицией сотрудников, а именно с массовой мобилизацией, с призывом и, опять же, с работой по контракту. Вы знаете, сейчас жалуются на нехватку сотрудников абсолютно все, например, нефтяные компании. Конечно же, жалуются РЖД. В конце концов, в стране начинает ощущаться действительно нехватка рабочих рук, именно синих воротничков и, собственно, людей, которые работают на земле. Потому что берут кого? Берут прежде всего мигрантов, именно те, кто замещает на земле всю такую трудовую рабочую силу. Мы видим прекрасно все облавы по субботам у мечетей. Берут мигрантов, берут низший маргинальный слой, вот те самые, которых, собственно, и нанимали на самые тяжелые работы. Вот их-то, собственно, забирают, и, конечно, дефицит кадров уже очень и очень чувствуется по всей стране. Недавно в ООН делегация Российской Федерации представила доклад о защите прав человека в стране. Вот что там заявил представитель Федеральной службы исполнения наказания Николай Рубинок. Цитата. Соблюдение права осужденных является приоритетом в деятельности ведомства, а недопустимость жестокого и унижающего обращения находится на особом контроле. Количество обращений о неправомерном применении насилия сотрудниками в течение последних трех лет постоянно снижается. Конец цитаты. То есть пыток и насилия в российских тюрмах, получается, нет. Я бы сказала так. Действительно, количество жалоб и обращений снижается по нескольким причинам. По причине того, что, во-первых, резко снизилось само по себе число заключенных больше, чем на треть, в связи с тем, что всех забрали на войну. А во-вторых, пытки сейчас к обычным заключенным стараются не применять, поскольку нечего портить товар. Им же за это и нагорит от Министерства обороны. Это ценный товар, это, в общем, военные объекты, и они должны быть в целости и сохранности, отправленные в Министерство обороны на фронт. Калечат их уже там. Поэтому, да, и пытки сейчас, и жестокие условия содержания применяются, в общем-то, исключительно к политзаключенным и к особо строптивым. Поэтому здесь, жалуйся, не жалуйся, эти жалобы никто в расчет принимать не будет.